Привет! Меня зовут Катя или Рина Роа, и сегодня я вам покажу те книги, которые я купила себе в конце июня и в июле. И я надеюсь, что всё сложится удачно, и это видео выйдет в тот день, в который я задумала, а значит, я в этот день буду уже греться на солнышке в Сочи. Так что это вам такой небольшой привет из прошлого, и давайте начнём. И первая книга, которую я вам хочу показать, и которую я уже прочитала, это книга Керстен Гир, Зильбер, третий дневник сновидений. Это заключительная часть всей трилогии Зильбер, и если вы меня смотрите, то вы знаете, что эту книгу я уже прочитала, я прочитала всю трилогию, и про неё я сделала отдельное видео, так что вы можете пройти по ссылочке и посмотреть. И я безумно рада, что вот этот вот красивый экземпляр книги теперь стоит у меня на полочке, вместе с первыми двумя частями. Следующая книга — это «Девушка с плеером» Валентина Назарова. Эту книгу мне прислала сама Валентина Назарова, она даже для меня её подписала, за что ей огромное спасибо, мне очень-очень приятно, но я обожаю книги с автографами, и когда я забрала её с почты, я сняла небольшой влог и распаковала её на камеру, так что вы также можете пройти по ссылочке и посмотреть, как это было. Я планирую прочитать её в ближайшее время, возможно, когда вы смотрите это видео, я уже это сделала, и свой отзыв на неё я точно буду писать у себя в Инстаграме, не знаю, буду ли снимать отдельное видео или нет, посмотрим, как буду успевать. Но, тем не менее, мне очень интересно прочитать эту книгу, потому что я всегда довольно скептически относилась к русским авторам, но я верю, что среди них есть хорошие, так что буду это выяснять, а то я всё читаю что-то зарубежное, собственно, как и все. Это не есть хорошо, мне так кажется. Третья книга также русского автора — это «Девушка в цвету» Татьяна Толстой. Мне нравится Татьяна Толстая, я давно хотела что-то у неё почитать, у меня лежит её кысь, но почему-то я всё до неё не доберусь, а на эту книгу я давно засматриваюсь, мне нравится обложка, я читала кое-какие отрывки из неё, и мне безумно понравилось, поэтому я надеюсь, что и вся книга меня не разочарует. Здесь собраны автобиографические тексты Татьяны Толстой о жизни, о семье, о её путешествиях, и я очень люблю об этом читать, поэтому как только прочитаю, обязательно вам расскажу. Далее я купила себе «Остров» Виктории Хислов. Никогда ничего не слышала ни про эту книгу, ни про этого автора, но оказалось, что это бестселлер, и мне очень понравилось описание, и решающим для меня стало то, что действие романа разворачивается в Греции. После того, как я побывала в Греции, я влюблена в эту страну, поэтому я, не задумываясь, положила книгу в корзину. Я планирую взять у собой на отдых, надеюсь, я там успею её прочитать, и обязательно вам о ней расскажу. И очень надеюсь, что она мне понравится. Также я, наконец-то, себе купила книги Вуди Аллена «Сводя счёты» и «Риверсайд драйв». У меня уже есть две его книги для полной коллекции, мне не хватало вот этих вот двух, и я всё откладывала в момент, когда же я их куплю, но потом, в один прекрасный день, я поняла, что если я их сейчас не куплю, то, возможно, их не будет на лабиринте, их разберут. Ну, конечно, кто ещё, кроме меня, читает Вуди Аллена. Они уже давно там лежат, но всё равно такой страх у меня появился, и я решила, что это такой звоночек, и надо их скорее купить. И этот страх у меня появился после «Воды слонам», когда мне удалось найти какой-то единственный завалявшийся экземпляр на книжной ярмарке, и больше нигде его нет. В общем, я решила, что пора пополнить свою коллекцию Вуди Алленом. Я читала уже одну его книгу, которая у меня есть. Обычно это какие-то юмористические рассказы, они очень жизненные, или какие-то небольшие пьесы. Вуди Аллен своеобразен, но он мне нравится, я его обожаю. Также я не смогла пройти мимо новиночки от Лины Даном, я не такая. В данный момент, 8 июля, я эту книгу читаю, точнее даже уже дочитываю. Мне осталось совсем-совсем чуть-чуть. Я обязательно вам про нее расскажу, потому что я в восторге от этой книги. И купила я ее, потому что я обожаю Лину Даном. Если вы смотрели сериал «Девочки» или «Девчонки», его по-разному переводят, то вы знаете, кто такая Лина Даном. Она его сценарист и продюсер, играет там одну из главных ролей. И за что я ее люблю? За то, что она вообще без комплексов. Я обожаю таких людей, потому что у меня куча комплексов, я бы ни за что не смогла быть как она, но мне очень бы хотелось быть хотя бы немножечко такой, чтобы особо не париться, как я выгляжу, что обо мне думают, говорить всю правду в лицо. Мне бы этого хотелось, но я этому учусь. В общем, как только я узнала, что Лина Даном издала книгу, что ее перевели на русский язык, издательство «Корпус» ее выпустило, я бы тут же ее купила. Так что ждите, я обязательно про нее расскажу. Но думаю, в Инстаграме отзыв появится все-таки раньше, чем здесь. Фоткать гораздо быстрее, чем снимать, к сожалению. Также я не смогла пройти мимо вот такого вот наимилейшего блокнота. И тут такой и упал «История одной любви», и тут нарисован мобс. То есть, вы понимаете, почему я его купила. Я понимаю, что это не книга, это просто блокнотик, но он такой прекрасный, что он мне просто был жизненно необходим. Кто знает зачем. Также я все-таки купила себе «Верность» «Рейнбоу Рауэлл». После того, как я прочитала «Фанатку», мне захотелось продолжить знакомство с этим автором, и я узнала, что у нее есть верность, и этот роман вышел раньше «Фанатки». Те, кто уже прочитал эту книгу, говорят, что эта книга такая же интересная, как «Фанатка», но она более взрослая, и в то же время она такая же легкая. Я очень на это надеюсь. Я также планирую взять ее с собой в отпуск, и надеюсь, что я успею ее прочитать. И, естественно, как только я это сделаю, вы узнаете мое мнение о ней. Также я, наконец-то, купила себе «Литературный призрак» Дэвида Митчелла. Очень долго я хотела себе вот эту вот книгу, но никак не могла ее нигде найти, потому что почему-то «Лабиринтия» в какое-то время не было, и как только она появилась, я решила, что должна ее купить. Я обожаю эту серию «Интеллектуальный бестселлер». Меня немножко пугает объем этой книги. Но знаете, что самое странное? Наверное, так. У меня уже есть две книги Дэвида Митчелла. Это «Облачный атлас» и «Простые смертные» в этом же прекрасном издании. Так вот, я еще ни одну из этих книг не прочитала, потому что они толстенные, и меня это напрягает. Мне нравится читать более тонкие книжки, потому что я уверена, что я смогу их закончить. И это третья книга Дэвида Митчелла, которая у меня появилась, как я уже сказала. И я не знаю, зачем я это делаю. Мне бы прочитать и понять, нравится мне этот автор или нет, но нет. Это как бы не в моем стиле. Мне проще скупить все, а уж потом убеждаться, мой это автор или нет. Здесь нет логики. Я давно хотела прочитать эту книгу, поэтому купила. И надеюсь, что Дэвид Митчелл – это мой автор. Предпоследняя книга, которую я себе купила, – это «Вирджиния Вульф. По морю прочь». Я не знакома еще с творчеством Вирджинии Вульф, я ничего в нее не читала. И эту книгу я решила купить просто потому, что хочу познакомиться с творчеством этой писательницы. Мне очень понравилась обложка и понравилось описание. Мне кажется, летом читать нужно что-то именно вот такое вот, про море. Так что надеюсь, что «Вирджиния Вульф» меня не разочарует. Те, кто ее уже читал, расскажите, как она вам. Ну и, наконец, последняя книга, которую я вам сегодня покажу – это книга Кристин Ньюман. «Что я делала, пока вы рожали детей». Кристин Ньюман является автором сценария сериала «Как я встретил вашу маму». Я смотрела этот сериал, по-моему, один сезон. Мне, в принципе, нравилось, но я не была особо его фанаткой. Но почему я решила купить эту книгу себе, так это из-за ее названия. Оно мне так понравилось. Я, когда его увидела, поняла, что я и эта книга просто созданы друг для друга, и мы должны быть вместе. Именно поэтому я ее купила, и я надеюсь, что это будет что-то забавное, что-то интересное, не напрягающее, легкое, и оно мне понравится. Вот такими вот получились мои книжные покупки за конец июня и за июль. И я должна это поставить, иначе я умру. Книг, как всегда, немало, но я надеюсь, что до сентября я не буду их покупать. Очень надеюсь. А еще я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то поддержите меня пальчиками вверх, подписывайтесь на мой канал. Также расскажите, что вы себе купили в июле. Читали ли вы что-либо из тех книг, которые я сегодня показала, если да, понравились они вам или нет. А может быть, какие-то из них у вас уже лежат в хотелках. Или, может быть, я вдохновила на покупку какой-либо из этих книг. В общем, пишите в комментариях, мне всегда очень интересно их читать. Ну и также помните, что всякие интересные ссылочки я оставляю в описании. Что меня можно найти, наверное, во всех социальных сетях. Ну и помните, что я вас всех очень-очень сильно люблю, целую и что мы очень скоро с вами увидимся. Пока!